Сегодня утром в Караганде 12 тысяч единиц контрафактной продукции было раздавлено бульдозером. В шахтерской столице продолжается республиканский семинар «Борьба с распространением контрафактной продукции. Опыт и перспективы». В его рамках специально приехали сотрудники Министерства юстиции Республики Казахстан, рассказавшие о мерах борьбы с производителями фальсификата. Подробности в следующем материале. В рамках второго дня республиканского семинара «Борьба с распространением контрафактной продукции. Опыт и перспективы» состоялось публичное уничтожение 12 тысяч единиц контрафактной продукции. Нелицензированные CD и DVD диски были изъяты у продавцов, сидящих в уличных палатках. Такое количество фальсификата представителями органов юстиции было собрано всего за два с половиной месяца. «Сегодня у нас завершается двухдневная акция семинара, организована Комитетом по правам нестанавливательства собственности Министерства юстиции Республики Казахстан согласно плану работы. Завершением данной акции является уничтожение контрафактной продукции на сумму более 12 миллионов тысяч единиц». Перед жестокой расправой над нелегальным товаром в одной из гостиниц Караганды состоялось продолжение семинара по теме борьбы с контрафактной продукцией. Напомним, республиканский семинар был открыт 22 августа. Пожалуй, его главной отличительной особенностью явилось то, что среди участников мероприятия были не только представители юстиции, но и судьи, выступающие в ходе следствия. Они поделились опытом судебной практики рассмотрения административных и уголовных дел, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности. «В целом акция, конечно, положительная. Единственное, вызывает вопрос, как мы будем завтра бороться с контрафактом, потому что мы переживаем время смены носителей. Если раньше это были видеокассеты, потом диски, то завтра, наверное, это будут флешки, потому что пиратство, как мы знаем, перекочевывает из области материальных носителей в области нематериальных, в интернет». Марк Брюшко, Саслана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский.